Марина Клинк сейчас и повар, и воспитатель, и нянечка. Молодая мама с радостью сменила бы всё это на свою основную профессию, но пока не может выйти на работу. Вместе с дочкой Машей ждёт очереди в детский сад. Ждали очень давно. Встала на очередь в детский сад практически после выписки из роддома сразу, по прошествии нескольких дней. И ждали, 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 ждали. Но в это время росли и готовились. Вот, наконец, дождались этого знаменательного события. Теперь обходим врачей и готовимся пойти в детский садик. Таких, как Марина, в Шатурском районе больше сотни. Это те, кто прямо сейчас готов отдать ребёнка в детский сад. Проблема будет решена в сентябре, обещают местные власти. В городе после ремонта откроются новые группы. В саду номер 4 давно не слышно детского смеха. Вместо него звуки перфоратора и молотка. Садик закрыли в январе 2015-го. Зданию срочно требовался капитальный ремонт. За 7 месяцев рабочие здесь заменили систему отопления, установили новые окна и укрепили фундамент. На реконструкцию местные власти выделили 9 миллионов рублей. На сегодняшний момент уже процентов 80 работ выполнено. В этом году будет проведён ремонт первого этажа. Конечно же, в первую очередь был укреплён фундамент. Это самая основная причина, по которой этот ремонт начался. Эти работы уже завершены месяц назад. Для 25 маленьких жителей Шатуры вопрос с детским садом уже решён. Счастливчиков станет в три раза больше, когда откроются три дополнительные группы. Для них выделили помещение бывшего центра дошкольного образования. Сейчас здесь тоже идёт ремонт, который обещают закончить к первому сентября. Это вот полноценная группа. То есть здесь у нас рассчитывают, соответственно, туалетные, буфетные. Это зоны для игр. Причём там различные зонирования предусмотрены для разных игр и мебели, оборудования. Это зона учебная. Это зона спальная. Если по району проблема с детсадами решена, то в самом городе мест для малышей ещё не хватает. Местные власти обещают, в ближайшее время будет построено новое дошкольное учреждение. Площадку для него уже выбрали. Дмитрий Кутепов, Ирина Кириллина, Евгений Макалкин. Новости 360.